Ну что ж, друзья, утро страны продолжается, и как правильно поет группа Джокбокс Трио, спешите, спешите, но не любить, а видеть и слышать, потому что эти самые ребята у нас сегодня в гостях. Лиза Калинина, Никита Некрасов здесь по-прежнему, ну и Джокбокс Трио пока в дуэтном составе. Ребят, привет! Где третий? Привет! Просто Москва, ну, понятное дело, предсказуема в плане пробок, но непредсказуема в плане пробок, как вы можете понять. То есть ждем? Ждем товарища, да, он где-то колупается с навигатором, вот сейчас ходит, бродит, спрашивает у милиционеров и прохожих. Вот как, ну ладно, я думаю, что дождемся. Друзья, мы хотим и проанонсировать группу ВКонтакте, страна FM у нас есть, вы тоже можете задавать свои вопросы нашим гостям. И WhatsApp Viber 909-928-1-89-9, я думаю, парни с удовольствием прокомментируют, ответят на все, что вам интересно, что интересует. Да, друзья, как у вас сегодня утро началось? С чего стартовало? Завтрак, душ. Завтрак, душ. Однозначно душ, потому что, ну, сейчас в таком ритме живем, что без душа никак. Ну вот я раньше придерживался, вы знаете, такого постулата, что хороший завтрак – залог хорошего дня. И многие даже, мне кажется, эти слова принадлежат Кутузову, хотя мнения разнятся, что завтрак съешь сам, обед раздели товарищу, а ужин отдай врагу. И не забывай про турничок. Да, у меня там висит турник, я каждый день подтягиваюсь. Пока у меня семь раз получается. Отлично. Но я тренируюсь апгрейдить. Но это только начало. А самое главное, я еще вычитал где-то, можно установить два кронштейна на разных уровнях, чтобы турник был еще и с брусьями. Вот, чтобы и подтягиваться, и себя поднимать. Не, ну я просто еще не достиг такого левела. Я тоже. Я тут только все читаю, читаю. С грузами, с кольями, да. С грузами, с кольями, с кольями. Давайте расскажем, ребята, у вас на самом деле грандиозные новости. Вам 13 лет уже. Да черт, это какая-то странная новость. Я так периодически думаю, ой, уже 13. Так долго вы вместе? Да, да. И как? Не надоели? Нет, с Илюхой-то мы всю жизнь, потому что мы братья, да. А вот группе уже 13 лет, мы уже 13 лет этим занимаемся, вообще какая-то катастрофа. Вот, мы 26-го числа, 26-го октября будем праздновать это в 16 тонн. Да. В клубе 16 тонн будет большой, клевый, веселый концерт. Заходите, потусим вместе. Где еще? А еще в городе Санкт-Петербург 2 ноября и в городе Казань в клубе Луксор 28 октября. 28 октября. Для поклонниц и девушек, которые приходят к вам на концерт, я читал интервью ваше. Которые большинство. Большинство, ну конечно, красивые ребята, красивые парни, да. Естественно, девчонки, это основная целевая аудитория. Скажите, пожалуйста, для девчонок ради такой даты какие-то сюрпризы предусмотрены? Вот чтобы такая дополнительная заманушка. Гарик сделает процедуру с геллоуоновыми масками. Да, на концерте? Вы думаете, чего он опаздывает? Готовят с маской. Сейчас, если он зайдет и мы его спросим, для него это не будет новостью, да? Ну, он в теме. Конечно, нет. Конечно, нет. Он скорее всего, как всегда. А-а-а. А-а-а. Ладно, мы скоро вернемся. У нас елка с вами прованса. Посмотрим прованса. Вернемся скоро. Напоминаю, у нас в гостях группа Джокбокс Трио. Вы можете задавать свои вопросы в группе Страна ФМ ВКонтакте. А может, они спают? Да, может быть. Доброе утро. Это телерадиоканал Страна ФМ. В студии Лиза Калинина и Никита Некрасов. И у нас замечательные гости теперь в полном составе. О, yeah. Доброе утро. Здравствуйте. Джокбокс Трио сегодня. И у нас классный повод. Дело в том, что парни дадут концерт. И им исполняется 13 лет в группе. И получается, 26 октября 16 тонн Москва ожидает, 28 Казань и 2 ноября Питер. Верно. Все верно. Все верно. Все верно. Много будет сюрпризов. Да и вообще, парни уже сказали, что аудитория в основном женская. А какой возраст? Знаете? Неожиданно самый разный. Самый разный. От трех лет. Ничего себе. От трех лет до... Спешат любить просто девчонки. До семидесяти. До восьмидесяти лет. То есть самый широкий спектр. Мы просто загребаем под себя всю аудиторию, которую только можно. Любую платежеспособную. То есть если это дети, значит родители платят. То есть если там... Правильно. Если бабушки, то за них дети платят. То есть все нормально. Мы как Макдоналдс. В смысле все поставлено на конвейер, но с удовольствием. Я в одном из интервью читал, что... Я, к сожалению, не помню, кто из вас говорил об этом. Но, мне кажется, Володя говорил, что на концерте, по-моему, ты выбираешь одну барышню. И для нее, только для нее поешь, делаешь весь концерт. Самое главное не ошибиться. Потому что иногда ты думаешь, ага, вот красивелла просто. Вот матурочка такая замечательная. Мне надо расставить все точки над «д». То есть вы влюбляетесь на два часа в какую-то девушку. Конечно. Поете для нее концерт. Конечно. Понятно. Вот она как работает. А ты думала? Свежее чувство. Кто-то Агутин недавно на меня два часа смотрел. Да. Ладно. И не пришел потом в эфир. Да нет, я люблю анжелика ворота. И в общем, фишка в том, что бывает такое, что ты себе выбираешь девушку, а она тебя не выбрала. Она выбрала, например, Гаррика или ее. И вот тут начинаются проблемы. Ты вместо того, чтобы расслабиться и красиво петь, ты начинаешь думать. Какой засранец слева от меня стоит. Ну, ребята, вот мы уже сказали в предыдущем выходе, что вам исполняется 13 лет. И насколько я знаю, было положено начало, в том числе у нас в эфире в концертном зале. Вы презентовали эпишечку Иволга. Это была работа Ильи, насколько я знаю. Сейчас у Володи, да, выходит что-то. Да, у меня только вышел EP. Это маленький альбом, состоящий из трех песен, написанных мной, саранжированных мной и, в общем-то, созданных под моим, скажем так, управлением. Уже отдельно от парней. Но что приятно, что это нисколько не является почвой для каких-то раздоров и ссор. То есть ни в коем случае парни поддерживают, помогают. То есть Илюшка периодически что-то выпускает. Давайте послушаем «Ночных снайперов» и вернемся сейчас. Утро страны. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Доброе утро, дорогие друзья. Это «Утро страны» Лиза Каленин, Никита Некрасов. И у нас в гостях группа «Джукбокс-трио». Собственно, «Джукбокс-трио» — это кто? Это братья Володя и Илья. Доброе утро, ребята. И тот человек, про которого мы узнали сокровенную тайну о геороновых масках — это Гарри. Гарри, привет. Для него это сюрприз. Как вы узнали, что тайну я не знаю. Откуда? У вас очень дружная команда. Я об этом даже им не рассказываю. Как вы узнали? Они нам об этом и рассказали. Они подсматривали. Морщин нет. Итак, группе исполнилось 13 лет. Вот расскажите нам, как вы вообще, ну вы понятно, братья, вот познакомились с Гарри, сошлись и создали группу. А вообще... 13 лет назад. Да, 13 лет назад группа была создана еще без... Не со мной. Да, без Гарика. Был третий казанский чувак, который просто в девятом году сказал, что мне, наверное, веселее будет сидеть в студии и заниматься продакшеном, а вы найдите себе басы. И, в общем, за 4 месяца, там даже было 4 месяца плотных поисков. Нашли. Да, но когда пришел на пробы Гарик, то есть у нас практически сомнения все отпали, мы поняли, что мы наткнулись на человека, который нам нужен. Но тогда, честно говоря, период был такой, переломный, и мы думали, что все это канет в лету и все рассыпется, потому что на предыдущем чуваке на нем очень много чего держалось. То есть произошло перераспределение, скажем так, обязанностей, его обязанностей. Но мы выжили, мы стали сильнее, лучше. Ну сейчас вон какой результат, уже сколько успехов. Вас знают, класс, группа, считайте, образовалась, и вон какой взлет вверх. Это все было в Казани, да? Когда вы знакомились? Да, да. То есть два года мы тусовались в Казани, а потом приехали в Москву за... За длинным проблемом. За большей жизнью, за большей аудиторией. А вот смотрите, 28 числа, 28 октября у вас как раз состоится в Казани концерт. Как свои вас принимают? Вот и мы посмотрим, потому что мы в Казани не выступали с сольными концертами, наверное, год 4. А, чего так? Ну, это всегда так у групп складывается с родными городами, потому что... Это они поймали звезду. Очень часто так бывает у группы Ума Турман с Нижним Новгородом. Примерно такая же история, что они очень редко дают концерты у себя дома по той причине, что, ну вот, какое-то понебратское отношение. Вот, но что приятно, мы будем выступать в Казани в том клубе, в котором мы вышли первый раз, когда группа Турман создалась. О, как здорово! То есть первый раз, вот где мы поднялись на сцену. Вот это настоящий день рождения, так день рождения. Да, вот именно в том же клубе, тогда он назывался «Доктор», сейчас он называется «Луксорг». Ой, а Казань-то какая сейчас красивая. Зато название какое. Да, ну вот название, кстати, вот эта вот склонность к загламуриванию всего того, что называлось просто и хорошо, мне кажется, мне это не нравится. Ну, волнуетесь? Нет. 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 Мне, кстати, сейчас пришло в голову, что было бы весело отпраздновать как-нибудь свой день рождения в том самом роддоме, где ты родился. Примерно то же самое и будет. Я думаю, без персонала тоже будет рад. Давайте послушаем Аниту Цой, замечательную композицию без вещей, и скоро вернемся. Цой жив, я. Утро страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Доброе утро, друзья, это «Утро страны», она продолжается. Лиза Калинин, Никита Некрасов по-прежнему в студии. У нас в гостях группа «Джукбокс Трио», Володя, Илья и Гарри. У нас к вам накопилась масса вопросов, в том числе про ваше видео. Мы с вами поговорили вне эфира, мне хочется и слушателям донести, и зрителям нашим тоже. У вас очень прикольные клипы, и много сейчас, я так наблюдаю, сотрудничества с известными танцорами. То есть вы прям привлекаете таких хореографов, да? Вот как это получилось? То есть вы подружились как-то? Я вот смотрю, у вас все победители танцев на ТНТ. И «Спешите любить». Нет, на самом деле это вот в «Спешите любить» там было целенаправленно. То есть мы, идея была у Кристины Асмос с нашим продюсером Валерой Марьяновым. И Кристина сказала, что «Ну, мне нужен мальчик». Мы просто сначала думали, что… Мне нужен танцующий мальчик. Мы сначала думали, что Кристина будет в кадре одна. То есть что она будет вот в какую-то такую пластику… Ну, как театр такой танцевальный. Да-да-да, такое вот что-то. Но она просто поскольку участвует в пластических спектаклях, то есть мы подумали, что это будет интересно. А она сказала, что «Не хочу быть одна, вот мне нужен партнер». И взяла Антона Пануфника. Да, и взяла Антона Пануфника, и получилось очень здорово. Вот, кстати, сейчас такой очень приятный эффект был, когда вы поставили клип. Я его не смотрел уже, наверное, ну, там несколько месяцев точно, и сейчас свежим взглядом посмотрел. То есть он странный, но клёвый. Классный, да. Ну, ещё у вас украинский санкорд. Да, досуги-буги, но тогда мы ещё… Мы поехали в Киев снимать, и тогда мы как-то не очень были увлечены танцами на ТНТ. Нас, собственно, с этими ребятами свела режиссёр клипа, Лиза Клюзко, которой мы вечно кланяемся, потому что, ну, самая приятная работа – это с ней. Вот, и, в общем, мы приезжаем туда, и мы погрузились в танцорскую жизнь, скажем так, на… В тусовку. И тусовку. Нет, и тусовку, и жизнь. Ну, у них просто целое как движение, я имею в виду. Да, да, да. Нас просто четыре дня учили танцевать. Мы же там тоже были на тренировках, на репетиции. Теперь первый и последний раз был, когда мы танцевали, да. Потому что все кадры, где мы, пришлось вырезать, всё это в брак пошло, да. В общем, это было что-то с чем-то, потому что мы приходили домой выжатые как лимон, то есть мы думали, что вот, мы сейчас на пять дней в Киев, классно, четыре дня отвиснем, один день поснимаем, вау, дадим концерт и уедем. Сейчас. То есть у нас не хватало больше ни на что сил, кроме того, вот как мы приезжали с утра туда, целый день мы проводили там с маленьким брейком, ну, имейте в виду, с маленьким перерывом там на кофе, на водичку. Я думала с нижним брейком. Мы не могли остановиться, но цевать просто. Вот, да, и мы, в общем, мы приехали накачанные, потерявшие несколько, подтянутые, потерявшие несколько килограммов лишнего веса. В общем, спасибо ребятам. Кто-то парни песню вспомнили, надо подкачаться, надо, надо подкачаться. В общем, мы передаем привет Толе Сачивко и главному хореографу клипа «Досуги-буги». И ребятам, которые там принимали участие, это и Дим Щебету. Ну, в общем, да, там целая бригада «Апачи Крю» forever love. Так, ну что? Давайте Диму Билан послушаем, ну и через Диму Билан вернемся. Вот так. Доброе утро, телерадиоканал «Страна-ФМ» в студии Лизы Калинина, Никита Некрасов и «Джоу-бокс-трио» у нас в гостях. Чего вдыхаете, парни? Слушай, классный клип. Да, «Навье» от Димы Билана. Ну, ладно, «Навье» от Димы Билана у нас остается в эфире. Давайте поговорим о вашем «Навье». Что на носу у каждого по мини-альбому? Вот расскажите подробнее об этом. Всем слушателям и зрителям очень интересно. У каждого по мини-альбому я думаю, что мы продолжим делать и то, и другое. «Джоу-бокс-трио» будет существовать как «Джоу-бокс-трио». То есть мы ни в коем случае не хотим никуда не зарывать ничего. Мы будем продолжать сжечь в этом направлении. Но также периодически нас посещают какие-то музы и мысли, которые не укладываются в рамки «Джоу-бокс-трио», и надо с этим что-то делать, иначе можно сойти с ума. И закончить свою жизнь в Кащенко. Да, ищите весь материал в iTunes. Да, в iTunes. Мой сольный как Ил. Меня зовут, да, у меня сольный артист как Вова. И наше общее как «Джоу-бокс-трио». Которым 13 лет. Которым 13 лет мы будем праздновать, еще раз напомним, 26 октября в клубе «16 тонн», 28 октября в Казани в клубе «Луксор» и 2 ноября в зале «Аврора» в городе Санкт-Петербург. Ну, я думаю, что уже аудитория готова, потому что люди пишут, классный. И у нас впереди вот сейчас клип еще у вас состоится. «Я-я-я». «Я-я-я», о-о-о, вот такой старенький, но не менее любименький. Любименький, да. А вообще пересматриваете вот свои работы? Освежаете или как-то... Прежде чем ребята ответить на вопрос, я... Ну, это достаточно давно, конечно, было, но все равно. Я шел в музыкалку, значит, с аксофоном на занятия. Школа была на станции метро «Аэропорт». И подъезжает к аэропорту здоровенный черный тонированный «Хаммер», тогда еще глухо тонированный. Там я слышу... Открывается дверь, и выходит Богдан Титамир, и у него играет Богдан Титамир в машине. Серьезно? Секси. У вас такое бывает? Молодец, это хорошо. Ну, только когда мы отслушиваем, как новая третка звучит в машине. Например, только пришло сведение или мастеринг. Надо послушать и оценить, как это звучит. Чтобы дать команду человеку, что выпускай, не выпускаем, или там что-то исправить. Да, ну, кстати, не исключено, что гражданин Бо слушал именно в стерео. Серьезно поэтому, да. Мне кажется, гражданин Бо слушал что-то такое совсем-совсем старенькое, из кармана еще. Восьмидесятых-то, может быть, ностальгия была. Да, можно было. Как бы то ни было, делай, как я, да? Да, однозначно. Мы посмотрим на нас через 20 лет. Еще сейчас парни тоже будут петь «я-я-я», я чувствую, да? Подпевать себе же. А у нас, кстати, есть такая функция. Мы можем здесь вам видео запустить, а у людей у всех на Триколоре, там вот везде, где нас смотрят, будет показывать студию. Поэтому все могут подглядеть за тем, за тем, как вы подпеваете. Мы реагируем на себя. Ну так что, не будем томить. Давайте посмотрим. Да, «я-я-я», хорошая песня. «Я-я-я», и песня «я-я-я». Поехали. Утро страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ой, доброе утро. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Джокбокс-3 у нас в гостях сегодня. Я напоминаю, что исполняется 13 лет группе. И у нас состоится сегодня небольшой сюрприз. О, да. В прямом эфире. Вот у вас такие популярные аккаунты в Инстаграм, я посмотрела, да? Вот что привлекает народ? Аккаунт группы. Аккаунт группы, ну и вашу отдельно. Вы там поете, ведь и каверы поете, да? Да, у нас там есть такие... Жимотная фишка вот эта. Да, мы стали в последнее время делать такие минутные маленькие мини-зарисовки. Ролики. Да, каверов, чаще всего каких-то известных песен. Есть такой довольно удивительный для нас эффект, что... Это помогает мозгам не засохнуть. Это во-первых, да. Люди почему-то больше реагируют на то, что мы делаем вот просто в акустике втроем. А чем... Ну то есть нам-то нравится, когда мы... На большие жирные аранжировки вместе с... Там... На студийные, на то, что мы делаем на сцене. То есть, видимо, как-то вот есть в этом что-то такое сакральное. Наверное, какая-то вот живость такая, да? Что вот видно, что вот именно здесь и сейчас это сделано в руках. Вот это right here, right now и никаких приколов. Вот все просто и у вас на глазах, да. А мы тоже хотим, чтобы было у нас на глазах. Можно попросить что-то исполнить в прямом эфире? Давай вот рекламнем наш инстаграм. О, да. Хайпанем немножечко. Я сказал классик. Штай? Так. Ага. Иди. Субтитры сделал DimaTorzok Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан Один из самых опасных ударов. Можно попасть четко, там есть определенная точка, что раз и все. А можно попасть четко и будет звук правильный. Вот как у Вова. Я нашел такой местечко, куда нажать. Аккуратно. В общем, парни, мы в восторге. И хотим еще раз проанонсировать, что 26 октября 16 тонн клуб ждет всех твоих. Еще больше, девчонок, мне кажется, уже готовы купить билеты. А также Казани-Питер тоже совсем скоро. Приходите, пожалуйста. Группа Jukebox 3 радовала вас сегодняшним утром. Спасибо, парни, отличного вам дня. 13 лет исполняется с днем рождения. Мы уже можем поздравлять. А мы прощаемся тоже с вами до завтра. Всем пока, отличного дня. Пока.